Уделить особое внимание поддержке Института молодой семьи. Такую задачу поставила заместитель главы Анапы Людмила Мурашова перед Управлением по делам молодежи, которому предстоит разобрать комплексную программу на эту тему. В ней должно быть учтено привитие молодым парам ценности здорового образа жизни, материнства и отцовства, сознательного отношения к своей семье, себе и своим детям. На мой взгляд, сегодня это как мини-такая задача, к которой мы должны идти. Которая сегодня, вот цель крепкая молодая семья, да, она включает огромный пласт работы, начиная, я не знаю, вообще с дошкольного возраста. Сейчас мы только на первом этапе, это первый шаг. Мы, конечно, сейчас соберемся в более таких локальных группах заинтересованных лиц. Будем отрабатывать каждое направление, здравоохранение, образование, какие-то смежные ведомства, для того, чтобы это получилась действительно интересная и жизнеспособная программа на уровне города. И будем транслировать потом наш опыт, надеюсь, положительный, уверенно в этом. И на другие будешь с вами образовать. Серьезнейшей темой остается развитие предпринимательской деятельности в молодежной среде. Участники круглого стола сошлись, что об этой теме надо говорить со школьной скобьей. А затем учить будущих предпринимателей составлять бизнес-планы, помогать им в получении государственных субсидий. Без межведомственного взаимодействия здесь не обойтись. И поддержку готовы оказать специалисты управления экономики и инвестиций администрации, Центра занятости населения, предприятий банковского сектора. На протяжении нескольких часов продолжался живой и интересный диалог, в котором не было равнодушных. И это неудивительно, ведь обсуждалось будущее Анапы, Кубани и всей нашей страны.